И всем оригинальное приветствие! Это ваш диванный кинокритик-оптимистор и мой общественно значимый проект Культ Муви. И этот выпуск я хотел бы посвятить всем любителям британского рока. Не знаю, как вы относитесь к группе The Who, но сегодняшний фильм создан на основе их творчества. И сегодня расскажу о картине, которая как бы является визуальным дополнением к их альбому 1973 года, фильм Квадрофения Фрэнка Роддема. Квадрофения Квадрофения является не единственным фильмом, созданным на основе творчества группы The Who. В 1975 году уже выходила картина Томми Кена Рассела. Однако звание культового кино заслужило именно Квадрофения. Давайте попробуем разобраться почему. Но для начала, коротко о сюжете картины. Он рассказывает об образе жизни Мода в британской субкультуре, популярной в 50-60-х годах. Главным героем фильма выступает 20-летний Мод по имени Джим. Он полон энтузиазма и энергии, но тратит их на то, чтобы мастерски прожигать свою жизнь. Ему как будто не хватает уверенности в себе, чтобы совершать по-настоящему значимые поступки. Поэтому, собственно, он и присоединяется к Модам, чтобы, как он сам говорит, стать хоть кем-то. Ведь в повседневной жизни он живет с родителями, работает курьером, а все свободное время тратит на дебош. Отдыхает с друзьями, употребляет много наркотиков, в общем, тусуется, как и все остальные. И несмотря на достаточное для фильма конца 70-х количество драйва, Квадрофения все равно выглядит довольно-таки сдержанно и как-то даже серо. Всему виной пресловутая лондонская духота, с которой борется главный герой в компании своих друзей. Джим предстает в этом фильме довольно трагичным героем. На очередной вечеринке, когда все друзья расходятся по разным комнатам с новыми подругами, он остается в гордом одиночестве. И этот пример дает нам понять суть этого персонажа. Он ищет свое место в жизни и постоянно страдает от собственной неустроенности. В погоне за мнимыми идеалами, которые диктует его субкультура и социальное окружение, он пытается быть хоть кем-то. Однако в итоге разочаровывается и теряет все. В финале фильма, разуверенный во всем, особенно в собственном кумире, которого, к слову, тут играет Стин, Джим решает распрощаться со всеми своими мечтами и надеждами. И здесь особенно чувствительные зрители будут плакать вместе с героем на взрыв. А я? Я после очередного пересмотра буду гадать. Почему никто по достоинству так и не оценил актерский талант Фила Дэниелса? Серьезно, где вы видели еще этого актера? Можете вспомнить на скидку хотя бы одну его значимую роль? Мне вот на ум приходит только его образ из клипа группы Blur, где он разъезжает на машине с Дэймоном Элбоном. Но тем не менее, актер, на мой взгляд, очень харизматичный и просто выдающийся. И в этом фильме он это, несомненно, доказал. На протяжении всей картины он делится со зрителем как с верным другом, самым сокровенно, заставляя чувствовать свою тоску и радость, страх и восхищение. Как и водится, в момент своего выхода фильм получил в основном отрицательные отзывы кинокритиков. Однако считается, что именно квадрофение в свое время повлияло на возрождение субкультуры модов, а также на музыку начала 80-х. Кроме того, сегодня фильм входит в список журнала Total Film и находится в числе важнейших британских картин за всю историю кино. Ну а на сайте оценок кинокритиков Ройтон Томатос, квадрофение имеет 100% рейтинг. Так почему вышло, что фильм, который по сути являлся лишь дополнением к одному из альбомов легендарных The Who, стал таким значимым? Конечно же, отчасти из-за принадлежности к субкультуре модов. Они и сделали его культовым. Но также, безусловно, из-за идеи, которую он в себе несет. И настроение, которое дарит зрителям. Кто-то погрустит вместе с главным героем, а кто-то порадуется за него. Но совершенно точно, равнодушных быть не должно. Ну если, конечно, вы совсем не бессердечные редиски. Квадрофения могла бы быть обычным музыкальным фильмом про субкультуру модов. Однако, ей удалось стать одним из самых важнейших фильмов прошлого столетия. Так вы еще задаетесь вопросом, стоит ли ее смотреть? Может быть, это не самое увлекательное зрелище, но я рекомендую смотреть ее зрителям всех возрастов. Ну а на этом все. С вами был Оптимистер. Слушайте хорошую музыку, смотрите классное кино. Не пропускайте выпуски Полкино. И подписывайтесь на мой канал на ютубе. До следующего выпуска. Всех люблю. Всем пока.